Станислава Константинова обошла всех взрослых фигуристок на чемпионате России, включая Евгению Медведеву и Алину Загитову, и остановилась в шаге от пьедестала на первенстве Европы в сезоне 2018-19. В интервью газете «Точка Ру» Станислава откровенно рассказала о сложностях первого сезона на взрослом уровне, дружбе с Медведевой, вдохновении от Елизаветы Туктамышевой и своем отношении к критике Татьяны Тарасовой, которая считает ее одной из самых перспективных спортсменок и предъявляет к ней высокие требования. Перед началом сезона 2018-19 я вообще не знала, чего ожидать, потому что подготовка пошла совсем не по плану. Это было действительно тяжелое лето. Очень трудно было привести себя в форму и даже начать тренироваться из-за некоторых проблем со здоровьем. Честно говоря, я набрала нужные кондиции буквально за три недели до начала основных соревнований. Это было очень поздно, поэтому я на самом деле до последнего не знала, как пойдет сезон. Однако к старту в Братиславе я была готова практически на 100%, на мемориале Андрея Непиллы, который прошел в сентябре 2018 года, Станислава заняла третье место, газета.ру. Что касается окончания этого сезона, то у меня осталось некоторое неудовлетворение. Однако, вспоминая тяжелые моменты прошлого лета, я думаю, что в принципе все очень даже ничего. Вашим самым высоким местом в сезоне стало второй на этапе Гран-при в Хельсинки. Почему самый лучший результат был достигнут в ноябре, а дальше по ходу сезона эти показатели не получилось улучшить? Поскольку конкуренция сейчас очень высока, нужно выделяться не только технической составляющей, но и цепляющими эмоциями, трудными шагами, необычными элементами. Последним стартом в этом сезоне стал командный чемпионат мира, на котором лучший результат среди женщин показала 22-летняя Елизавета Туктамашева. Татьяна Тарасова даже сказала, что своим прокатом она дала шанс всем взрослым фигуристкам. А вас это как-то вдохновило? Я очень рада за Лизу, она показала просто потрясающее катание. К тому же это произошло после тяжелого отбора на чемпионат мира, куда ее не взяли. И я, и она сидели и смотрели этот турнир дома, когда другие выступали в Японии. На празднике фигурного катания, Константинова отобралась в сборную на главные старты сезона благодаря лучшему результату среди взрослых фигуристок на чемпионате России, однако приняла участие только в чемпионате Европы, а в заявку на ЧМ ее не включили, газета.ру. Это было очень тяжело. Но Лиза сумела собраться на командном чемпионате мира и просто зажгла. Но тут надо отметить, что у Лизы есть тройной аксель. И я не могу сказать, что ее победа на КЧМ дала повод кому-то из взрослых фигуристок расслабиться, потому что мало кто имеет в своем арсенале такой прыжок. Вы довольно рано по сравнению с другими фигуристами объявили музыку к своим программам на следующий сезон. Уже в начале апреля все вопросы были сняты, февраль. Леонида Левашкевича будет звучать в короткой, а саундтрек к фильму «Мулен Руш» – в произвольной. Были мысли пораньше занять музыку, чтобы не получилось, как в сезоне 2018 и 2019, когда Алина Загитова, Михаил Коляда и Максим Ковтун катались под кармен. С Анной Карениной тоже получилось так, что в этом образе были я и женя Медведева. Не всегда такие сравнения идут на пользу кому-то из спортсменов, и поэтому хочется себя немножко обезопасить, смеется. К тому же зачем держать музыку в секрете, если ты уверен в своем выборе и, самое главное, в себе? Я считаю, что мы сможем поставить под эти композиции что-то интересное, и я в силах скатать это на высоком уровне. «Февраль Левашкевича» – очень насыщенная композиция, которая может отражать как душевное метание любви, так и историю преодоления себя. Будет ли в вашей программе высказана какая-то история со своим сюжетом? Наверное, в первый раз в моей карьере я буду показывать такую музыку и программу, в которой нет определенного сюжета, здесь доминирует сам образ моей героини. При этом я не начинаю изображать из себя что-то, мне включают музыку, и я просто ее чувствую. Не я еду, и музыка на фоне, а мы летим вместе с музыкой. Она толкает меня вперед. Хотя признаюсь, что в программе есть некоторые моменты, которые мы намеренно утрировали, и таким образом все же создали небольшой сюжет, но неправильно было бы расписывать их в деталях. Некоторые чувства не стоит объяснять словами. Я попытаюсь их показать. И я думаю, что у меня получится, поскольку уже в начале постановочного процесса я почувствовала, что мне не нужно особо настраиваться на эту программу. Все идет изнутри. Да. Мы были немножко ошарашены, когда Валентина Михайловна, Чеботарева, тренер Станиславы, газета.ру, получила звонок от Левашкевича. Я была в шоке, да, Левашкевич ее уже видел. Правда, на момент его визита мы еще не поставили дорожку шагов, которая станет самой основной частью в этом выступлении, его кульминацией. Без этого программа была сырая. Но я посоветовалась с Леонидом по поводу того, какие фрагменты февраля стоит использовать в номере. Также он предложил нам другие варианты музыки для выступлений, у него потрясающе много интересных композиций, и подарил свои диски. Будем слушать, будем выбирать, смеется, ваша произвольная программа по Циунтрек из фильма Мулин Руж будет основана на сюжете знаменитого мюзикла с Николь Кидман или же это будет нечто совершенно новое, созданное специально для вас? Конечно, хочется охватить все истории и соединить их во что-то сногсшибательное, но мы можем поставить программу лишь на 4 минуты, это не театральный спектакль, не кино. Поэтому нам было необходимо грамотно разграничить все идеи и решить, что именно мы хотим показать, а не пихать все в кучу. Мы очень много работали над компоновкой, выбирали, какие композиции включим в программу, их в целом получилось не очень много. Хотелось что-то нежное, что-то эмоциональное и... немножко экспрессивное, смеется. Естественно, основная тема, это любовь. И там будут присутствовать эмоции, которые испытывает главная героиня фильма в исполнении Николь Кидман. Однако я не могу сказать, что сюжет программы будет идти в четком согласии с кенокартиной. Образ еще будет дорабатываться. После сезона 2018 и 2019 вы говорили, что не хотите больше кататься с резкими руками и взглядом из-под лобья. Насколько кардинальные изменения вы хотите внести в свое катание? Думаю, в короткой программе изменения будут колоссальные, а в произвольной я хочу стать улучшенной версией себя в прошлом. Хочется сохранить то, что люди любят в моем катании, и привнести туда больше женственности, плавности и пластичности. Ведь фигурное катание, это не просто спорт. Здесь есть и присущие с ревнованием эмоции, азарт, зрелищность, но также это искусство, потому что мы вкладываем в программу свою душу. Дарим людям позитивные эмоции и в то же время заставляем их нам сопереживать. Давайте плавно перейдем от хореографии к технике. Вы уже начали учить тройной аксель и даже исполняете его на удочке. Но аксель в целом считается необычным и более сложным прыжком, чем все остальные, потому что выполняется с движения вперед. Не проще ли было начинать изучать четверные прыжки вместо тройного акселя, как это сделала Александра Трусова? У меня были такие мысли, но... Знаете, у почти каждого спортсмена есть такой прыжок, или несколько, который у него получается лучше всего. И почему-то те прыжки, которые считаются более сложными, у меня выходят лучше. Например, сольный ритбергер, флип и луц я делаю легче, чем тулуп и сольхов. Я вообще не боюсь пробовать что-то новое и сложное, даже начинать с нуля. Могу, например, взять и переучить какой-то прыжок, если нужно, могу что-то кардинально в себе поменять. К тому же учить триксели в женском одиночном катании очень выгодно, потому что его можно включить в короткую программу, в отличие от четверных прыжков. При этом, конечно, учитывается мнение способности спортсмена. В итоговом варианте либо оставляем самый сложный по технике контент, либо вносим поправки, исходя из своих возможностей. Когда вы знаете, что на турнире будут выступать соперницы, которые заявляют более сложные элементы, нет ли желания тоже поставить прыжки посложнее, пойти на риск, но не проигрывать им с самого начала? Нет, такого желания нет, потому что наш спорт – это наработки, пахоты изо дня в день, и резко что-то менять в своих программах – это большой риск. Он, конечно, может быть оправдан, но с большой долей вероятности такой план провалится. Чтобы вставлять какой-то элемент в программу, ты должен его спокойно делать. То же самое относится и к моему тройному Акселю. Смеется, прошлым летом вы ездили в США на занятия к Рафаэлю Арутюняну. Чисто гипотетический вопрос, как вы думаете, было бы вам полезно пройти подобную стажировку у Этери Тутберидзи? Она известна тем, что приводит своих спортсменок к стабильности. Может, вам было бы полезно позаниматься у нее пару недель? К тому же каждый фигурист и так в состоянии разобраться в самом себе и начать выступать стабильно. Думаю, что Этери Георгиевна, как большой мастер, просто помогает своим подопечным прийти к этому и осознать это. Я занимаюсь у Валентины Михайловны уже почти 10 лет, скоро будет юбилей. Именно она научила меня тройным прыжкам, и сейчас мы двигаемся дальше. Думаю, секрет стабильных отношений в том, что тренер проводит очень хорошую политику в нашей группе. Я всегда знаю, что, какие бы трудности ни возникли, нужно прежде всего посмотреть на себя. Нельзя винить в чем-то наставника, родителей, судей, соперников. Катаешься ты. Тренер не выйдет на лед и ничего не сделает. Нужно начать с себя. Это, скорее, тренер строит работу со мной, смеется. Я же полностью доверяю Валентине Михайловне и стараюсь делать все, что она мне говорит. При этом я могу предлагать и свои идеи, и в этом, наверное, наш плюс. Думаю, мы можем многого достичь в тандеме. У меня никогда не возникнет претензий или неприязнь к человеку только потому, что мы с ним выступаем в одном разряде. Это было бы странно. Мы ведь взрослые люди. С Женей Медведевой вы отлично пообщались на чемпионате России. Можно ли сказать, что вы с ней общаетесь больше, чем с некоторыми другими спортсменками? А как складывается общение с Алиной Загитовой? По интервью она напоминает очень скромного человека. Какое впечатление Алина производит в личном неформальном общении? А как вы относитесь к иногда возникающим конфликтам между фигуристками, например, к тому, что возник между Туктамышевой и Анной Погорелой из-за откровенного показательного номера Лизы? Я к этому никак не отношусь, для меня странно видеть разборки в Твиттере, но это дело девочек. У каждого человека всегда есть свое мнение, и он вправе его отстаивать. Я в данном случае, нейтралитет, смеется. Сама по себе я человек не конфликтный. Не знаю, как бы я повела себя в ситуации, когда меня кто-то сильно обижает. Но тут еще вопрос, обиделась ли бы я вообще? А как вы воспринимаете отзывы в свой адрес от известных личностей? Например, Татьяна Тарасова называет вас своей любимицей, но иногда подвергает серьезной критике. Мне очень приятно, что Татьяна Анатольевна уделяет мне внимание, радуется вместе со мной, а иногда в общем-то объективно критикует. Это великий тренер. Конечно, бывают комментарии, которые меня немножко обижают, но я понимаю, что на пустом месте их просто не может быть. В какой-то момент у меня возникло такое чувство, что у меня нет какого-то близкого человека рядом. Но потом я открыла глаза и поняла, что вокруг меня много очень интересных и вдохновляющих личностей, с которыми мне даже не обязательно ходить на ночевки, в кино и переписываться. С этими людьми мне достаточно встретиться раз в месяц или просто на каких-то соревнованиях пообщаться. Это сильные, целеустремленные личности, которые излучают позитивную энергию и никогда не унывают. Мне хочется брать с них пример и быть всегда сильной, быть на высоте. И не пропускать в свою душу отчаяние. Улюбиться реально. Насчет отношений. Не хотелось бы комментировать. Все реально в принципе. Просто нужно расставить свои приоритеты и понять, по силам ли человеку это.